Выставка в Чарльстоне далеко не первый карантинный турнир, прошедший в США. Но предыдущие соревнования не отличались ни топовыми участниками, ни масштабностью организаций, ни уж тем более призовым фондом. Бен Навара, владелец регулярного турнира Volvo Car Open, один из богатейших людей Южной Каролины и, по всей видимости, человек альтруистических взглядов, предложил максимум усилий, чтобы это событие стало достоянием общественности. И, коль уж запустить зрителей на трибуны не представлялось возможным, пришлось экспериментировать с телепроизводством. На замену обычным камерам пришли всевозможные ноу-хау техники и управлялись они операторами исключительно дистанционно. На турнире строго соблюдали медицинский протокол. Все контакты только в медицинских масках. На корте, помимо теннисисток, присутствовали всего три человека – арбитр и два болбоя, которые подавали мячи не руками, а тубусами. Что касается формата турнира, то за основу были взяты правила Кубка Рода Лейвера – две команды по восемь человек. Первый день турнира играется четыре одиночки, последующие четыре дня – три одиночки и одна пара, и в последний день – четыре парных матча. Команда, которая первой набирает 25 очков, выигрывает турнир. Команду Добра возглавила 13-я ракетка мира Мэдисон Кис. Вместе с ней выступали Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, олимпийская чемпионка Рио Моника Пуйк. У соперниц в ростере были чемпионка Australian Open 2020 София Кеннин, опытнейшая парница Беттани Матек Санс, канатка Эжени Бушар, Дженнифер Бредди и другие. Последняя, кстати, оказалась очень ценным кадром для команды Мир, принеся ей львиную долю очков. Бредди выиграла все четыре матча, справившись в том числе в одиночке с Азаренко и Стивенс. Это наилучший показатель на турнире. Даже признанные звезды Кеннин и Анисимова в Чарльстоне теряли очки. Не смогла добыть победу Виктория Азаренко и в матче против Даниэль Коллинз. В игру белорусская вошла по большому счету только в конце второго сета, но большое количество ошибок справа и нестабильная подача не позволили нашей спортсменке перевести игру на решающий тайбрейк. Да и Коллинз, стоит признать, сыграла в этом матче весьма добротно. Реабилитироваться в паре тоже не получилось. Правда, подчеркнем, оба раза Виктории с партнершами приходилось бороться с сыгранными американками. Кеннин Матэк Санс, олимпийской надеждой Токио. Ну что, 6-3-6-4 выигрывают эту встречу американки и выигрывают для своей команды этот турнир. Результат именно этого матча стал решающим. Подопечные Матэк Санс заработали 26 баллов и праздновали чемпионство в Чарльстоне. Стоит отметить, что команда «Мир» уже к середине турнира завладела преимуществом и на пике разрыв между дружинами даже достигал 6 баллов. Что ж, усилить команду «Добро» двукратной чемпионки Australian Open явно не получилось. Правда, учитывая полнейшее отсутствие у Азаренко игровой практики в этом сезоне, особую ответственность по добыче очков на нее вряд ли кто-то возлагал. Остается надеяться, что в этом году Виктории еще будет возможность показать себя.